Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, на Таро Сладкие Сумерки. Что вас ждет в самом ближайшем будущем? У нас с вами будет три позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета и, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, очень точное предсказание у нас с вами на ближайшее будущее. Будет сейчас на Таро. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, Вконтакте, в Instagram, Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены. И мы с вами обязательно поработаем. Итак, наша первая с вами позиция – это клубничный кварц. Вторая позиция у нас черный турмалин, камень колдуна. И третья позиция – это вот такая вот черепаха из тигрового глаза. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Очень точное предсказание на ближайшее будущее. Что вас ждет? Первая карта, как всегда, отражает некие предыдущие события, настоящее время. И от нее мы будем уже отталкиваться и идти дальше. Напоминаю, что вы можете смотреть и не только за себя, а еще и за других, естественно, людей. Поэтому, если вам там нужно и интересно. И можно даже выбирать не одну позицию. Итак, первая карта – карта, так скажем, ближайшего прошлого и настоящего. Четверка Пентакли. Ну, по сути, карта четверка Пентакли, она показывает, что вы как-то ограничили сами себя в каком-то смысле. Ну, то есть, вам кажется, что у вас, возможно, в жизни рутина. Вы за что-то держитесь, за определенное место, за, например, работу, жилье, отношения. Чувствуете себя, в принципе, спокойно в своей коробушечке. Однако и поставили себе ограничитель, мол, вот выше какой-то планки я в жизни не прыгну. Естественно, четверки Пентакли предшествуют некие события, правда же? То есть, человек, возможно, в прошлом жил довольно нестабильно, долго боролся за то, чтобы его жизнь хоть как-то устаканилась и переживал различные предательства, трудности, сбой в жизни. И даже было ощущение, что нет, может быть, близких душ, хотя, допустим, есть родственники, но нет того, кто действительно любил бы вас от души, от всего сердца. И если вы вдруг встречаете человека, который хоть как-то проявляет к вам некие чувства, да, вы за него цепляетесь, потому что для вас это настоящая редкость. Вообще, четверка Пентакли – это человек, держащийся абсолютно за все. Все, что он в жизни достиг, добился, у него это есть. Он считает, что это получено либо ценой невероятных усилий, либо потерять он это по каким-то причинам ни в коем случае не хочет. И начинает держаться все крепче и крепче. Ну, карта не то, что жадины, да, но собственника, человек, который хочет именно придержать около себя и людей, и имущество. Поэтому вот вы как-то так скукожились, да, скукожились, сидите вот в этой коробушечке. Человек часто по четверке Пентакли экономит, часто он отказывается рисковать, часто он пытается накопить, но живет именно в стабильной жизненной ситуации, в этом суть и в этом плюс. Обычно человек в этой карте имеет какую-то среднюю работу, средний заработок, среднее, там, не знаю, имущественное и социальное положение, и может быть даже положение в отношениях у него тоже какое-то среднее. Ну, это все какое-то усредненное, да, но устойчивое. Соответственно, возможно такое, что у вас в жизни было мало в последнее время ярких событий. Ну, а как же? И теперь нужно выяснить, а что же вас ждет в самом ближайшем будущем? Мы посмотрим предсказания от карты Таро, выложим несколько карт для вас. Вот здесь я вижу семерку мечей. Ой, извиняюсь. Так, случайно, случайно. Дальше, значит, у нас правосудие, карта правосудия. Замешала туда, да, вкладку. Король Пентаклей. И еще одну карту, да, вот, еще одну карту пятую кладем на стол. Это у нас восьмерка Пентаклей. Я думаю, что вот вы живете в некой такой ситуации, да, ну, чуть-чуть мало событий кажется, скучновато может быть, да, но жизнь будет разворачиваться все-таки. Я бы не сказала, что это супер какие-то взрыв событий, да, там фонтан. Но все-таки не так уже будет скучно, как сейчас. Вот, например, рядом с вами я сразу же по семерке мечей увидела некого, ну, хитрого человека, да. И такой человек может пускать вам пыль в глаза, ну, то есть, вводить вас, пытаться, вводить в некую иллюзию. Вот смотрите, когда я вижу эту карту, я понимаю, что кто-то хочет вас, может быть, чуть-чуть обмануть, ввести в заблуждение, привлечь с помощью обмана на свою сторону, да, и могут вам приходить откровения по этому поводу. Ну, то есть, если вы в каком-то вот таком сне вдруг увидели, да, что близкие, кто-то из близких или сотрудников по работе или друзей вызывают в вас некие сомнения и переживания, то вот это именно тот неискренний человек, да, который пытается вас тянуть не в ту сторону в жизни. И, да, в ближайшем будущем вы будете общаться с этим человеком очень даже тесно. И жизнь ставит вас в то положение, чтобы вы проявляли сообразительность, чтобы вы проявляли тоже хитрость, да, предусмотрительность какую-то к окружающим людям. Есть еще момент по семерке мечей, то, что у вас будет большое желание куда-то съездить, поехать, попутешествовать. Может быть, даже сменить профессиональную деятельность или добавить что-нибудь к своей профессиональной деятельности, потому что, ну, надоедает, допустим, заниматься одним и тем же делом, сидеть на одном месте. Хочется побольше денег, да, чем просто средний доход. И, соответственно, почему мы начинаем общаться с такими людьми, да, не очень честными? Потому что хочется разнообразить свою жизнь и улучшать доходы, допустим. Соответственно, я бы так сказала, вам нужно напрячь интуицию и разум, когда вы сталкиваетесь с людьми. Потому что, ну, для такого человека все средства хороши, и он будет рядом с вами. Это уже наводит на некую мысль. Рядом с карта правосудия, справедливость, да, и она говорит о том, что вы можете вполне себе-то разоблачить предателя, понимаете? Вы же можете его там злостные умыслы, сплетни привести к порядку, к справедливости, то есть разоблачить. Он может сказать правду, вы можете выведать эту информацию из него. И карты-то указывают, по сути, на мужчину. Либо этот мужчина будет вашего предателя выводить на чистую воду, да, либо этот человек сыграет просто очень положительную роль в вашей жизни. Ну, то есть вот король Пентаклий. Возможно, это мужчина знака земли или с асцендентом в земле. Вообще, семерка мечей не указывает здесь на самого короля. Почему? Потому что рядом с королем-то легла справедливость. Это значит, что когда вы с королем, с мужчиной будете общаться, хоть он здесь на карте и носит некую маску инкогнито, да, но он не является плохим, потому что он лег с этой картой, с честной картой, причем рядом еще одна честная карта, восьмерка Пентаклий. Соответственно, какой-то мужчина сыграет в вашей жизни очень положительную роль и поможет разоблачить предателя. Еще есть такой момент. Мужчина этот очень авторитетный, возможно, даже состоятельный, богатый и имеющий влияние на других людей или в обществе. И, возможно, связанный с вами по работе. Вообще, карты здесь показали, что ваше-то желание по поводу улучшения финансового положения сбудется. То есть то, что вы расшевеливаете по семерке мечей свою жизнь в будущем ближайшем, да, это и будет иметь эффект. Хотя сначала вы немножечко в людях как бы ошибетесь, но не бывает худо без добра. То есть наткнувшись на некоторых мошенников, аферистов или одного афериста-мошенника, или просто обманщика, предателя, хитрого лжеца, да, вы разоблачаете его и натыкаетесь-то на хороших людей, на хорошего человека, короля Пентакли. Соответственно, в итоге у вас работа спорится, и причем вы находите для себя работу по душе, лучшее место, и, может быть, даже либо подъем по карьерной лестнице. Вам помогает в этом мужчина, да, высокопоставленный. Либо еще вариант, что просто находите более лучшую работу для себя или бизнес, да. Вообще карты здесь показывают, что вы будете именно зарабатывать себе на жизнь лучше, чем это было до этого. То есть на сейчас у вас, да, четверка, а будет именно восьмерка. То есть это могут доходы увеличиться в полтора-два раза. Ну вот такая вот у нас первая позиция. Мужчина вот этот, если вы женщина, может влиять и на вашу личную жизнь, судя по всему. Но сначала все будет довольно официально, вы не будете совершенно подозревать, что друг другу как-то нравитесь. Вот такая первая позиция. А мы переходим к позиции номер два. Номер два. Очень точное предсказание на ближайшее будущее. Черный турмалин, камень колдуна. И первая карта, а что у вас там, ну вот в прошлом, в ближайшем и в настоящем-то, да, сначала осмотрим. Ну и здесь вижу короля жезлов. Карта король жезлов неплохая, неплохая. Она, вы знаете, она всегда подсказывает, что рядом с вами надежный мужчина. Встреча с мужчиной, да. Причем такой интересный человек, огненный, яркий. И он сильно повлиял положительно на вашу жизнь и влияет на сегодняшний день. Если вы сами мужчина и даже вдруг еще знак огня, карта показывает, что вы очень яркий лидер, действующий на сегодняшний день человек, такой активно. И стараетесь в своей жизни все создавать своими руками. И предшествовало этому что? То, что вы, да, набили шишек, но в итоге добились чего хотели. И уже на пути, может быть, к этому, к своим высоким целям, большим целям именно. То есть всегда наш король жезлов показывает деловую хватку в человеке. И благородство, да, великодушие какое-то, достижение все-таки профессиональных результатов, просто достижение результатов в жизни. И вот именно когда человек усилия предлагает, чтобы достигнуть успеха. Либо, вот я как выше говорила, да, что рядом с вами появился такой человек, стимулирующий вас на личные какие-то достижения. Мне нравится король жезлов, своей вот такой вот жаждой жизни, да, огненной натурой и привлекательностью. Вообще часто жезлы связаны со страстью и любовью. Может быть, вы встретили мужчину для любви, для серьезных отношений, если вы женщина. И, ну, почувствовали, что вот это ваше, что это страсть. И погрузились в этот момент, в этот процесс совсем недавно, да, или, ну, сейчас варитесь в этом. И вам это все нравится. Вообще вы на подъеме на сегодняшний день. То есть карта король жезлов, она показывает, да, что вы на подъеме жизненном. Что у вас все супер, да. Вы неугомонный, харизматичный, яркий человек, склонный к широким жестам, да, и умение у вас есть раскрыть свое сердце перед окружающими людьми. То есть, ну, люди к вам явно тянутся, да, или тянутся к тому, кто рядом с вами. Хорошо, давайте посмотрим предсказания на ближайшее будущее, что вас ждет. Мы достанем 4 карты, чтобы их было 5 на столе, да. То есть я уже вот тут достаю десятка жезлов, тройка кубков, туз кубков у нас, да, и семерка кубков. Смотрите, сколько кубков у вас выпало на ближайшее будущее. Это же вообще потрясающе. Столько выпало кубков. И причем такие интересные кубки, да, что в них много хорошего на самом-то деле. Но десятка жезлов трудноватая карта, я вам скажу. То есть все начинается именно с нее. Вот вы сейчас как бы на подъеме, на высоте, да, а десятка жезлов показывает, что в скором времени у вас жизнь немножечко труднеет. То есть вам нужно будет сделать очень много всего. То есть там обязанности, работа, какие-то авралы идут. И это все нужно будет выполнять. Может быть, вы возьмете работу еще из-за кого-то. И вам придется тянуть всех. Вообще карта десятка жезлов, она всегда показывает, что человек взял непосильную ношу. Вот мы здесь видим девчонок, которыми кто-то, как привязал их, да, манипулирует. И они находятся в рабственном положении. Вот кто-то, возможно, вами будет сильно манипулировать. И вы можете вот свою вот эту радость-то немножко подрастерять в том плане, что слишком перетруждаетесь, да, слишком много нужно. Вот как должен ты кому-то, да, на кого-то приходится работать, пахать. Это может быть ваша семья, это может быть ваше окружающее. Это не обязательно какие-то враги, которые вас взяли в рабство. Нет. Чаще всего наши же близкие заставляют нас делать что-то очень срочное, нужное им. И помоги мне, и трава не расти. Вот так надо, да. Однако есть такой момент, что дальше идет тройка кубков. А это значит, что поработав, вы явно порадуетесь, отдохнете и получите очень хорошие результаты. Будет большое счастье от того, что вы что-то сделали. И результаты вот вашего тяжелого труда, то, что вы вкладывали силы, то, что, ну, пусть немножко кто-то вами помыкал, но вы вкладывали силы, вот результаты очень порадуют. Будут прекрасные результаты выше ваших ожиданий. Исполняются многие желания и мечты. Особенно по поводу, естественно, самореализации, работы, денег, но и любви. Но и любви, потому что иногда, да, близкие люди просят нас пожертвовать собой ради них. А потом, ну, вот нам выдают свою благодарность, свою любовь и свое полное благосклонное отношение. И делают для нас гораздо больше. Но мы пока им помогаем, мы этого не подозреваем, да. Мы сначала просто от своей чистой души стараемся сделать для кого-то что-то. Пусть нас это напрягает, но это нужно. То есть вы, может быть, ради любимого человека что-то сделаете, а в итоге он вам ответит сторицей, но вы сейчас просто об этом не знаете. Вообще карты здесь счастливые, и вы идете потом, вот после того, как потрудитесь, да, у вас будет много всего там обязанностей каких-то, вы провернете всю эту работу и идете явно на подъем. А дальше одно счастье сплошное, вы знаете, дальше у вас большая любовь и радость. Причем идут именно энергии изобилия, как вы видите. То есть идет туз кубков, энергия изобилия. И вас ждет большая любовь, большое счастье, большой праздник в любви. И не только в любви, а еще и в финансах. Почему? Потому что, ну, по тройке кубков исполняются все желания, да, все. А туз кубков это подтверждает и говорит, что с излишком исполнятся все желания. Вы попадаете на поток изобилия, вы будете очень счастливы и рады, что изобилие пришло после вот этого трудного периода, да, когда пришлось поработать. Но вы поставили свою работу на поток или свой бизнес, плюс отношения, да, и купаетесь в этой любви в итоге в изобилии, в энергиях изобилия. И, конечно, дальше у нас идет семерка кубков, которая показывает, что вы будете смотреть на свое отражение и не всегда понимать себя. Почему так происходит? Потому что, когда у человека все есть, он не всегда себя понимает. Он не всегда понимает, куда ему дальше. Вроде бы как он добился всего, чего он хотел, и даже больше. И у него есть отношения, и у него есть хорошая то ли работа, то ли какая-то доход, да, какой-то от бизнеса. И он не знает, а куда мне дальше, а что я буду делать, да. И погружается, возможно, даже в какое-то творчество. Ну, вот семерка кубков – это же дар писателя, да, это вообще карта Скорпиона. И, соответственно, может быть, рядом с вами будет человек, у которого сильнейшая интуиция, экстрасенсорные способности, и который будет подсказывать вам, а как вам дальше действовать, да, то есть помогать. Причём, вы знаете, эти способности, они могут активизироваться и у вас. Вы будете заглядывать в свою душу, в какое-то сакральное что-то внутреннее, да, пытаться поговорить с внутренним, с Высшим Я. И разобраться в себе, это всё интересно очень. Может, вы даже закажете у астрологов натальную карту, разберётесь, да, в какие годы жизни у вас что будет. Или ещё какие-то вещи такие, прогнозы. Вас будут интересовать прогнозы, кто вы, что вы, какая у вас принадлежность. То есть вот это всё идёт именно после того, как вы получаете изобилие, да, деньги и хорошие отношения, любовные отношения. Ну вот вы знаете, когда же отношения устаканиваются, уже нет вот этой эйфории, да, и ты вроде как в паре находишься, а куда тебе дальше, правда? Ну вот ты начинаешь там ковыряться в себе, разбираться, тебе уже интересно вот это всё эзотерическое. Мне кажется, вы куда-то пойдёте глубже. Ну вот, судя по всему, вот по этим картам. Ну вот такая позиция номер два. Хорошо, а мы идём дальше. Мы идём дальше к третьей позиции. Теперь это наша черепаха из тигрового глаза. И первая карта. Первая карта – это ваше чуть-чуть назад. Прошлое, да, и настоящее. Давайте смотреть. Что там карты про вас скажут? У вас десятка пентаклей выпадает. Ну, вы знаете, десятка пентаклей – это такой человеком пройденный путь. Однако силы рода всегда такого человека поддерживали на самом деле. И ну не просто так оно всё, да. Вообще карта показывает, что у вас невероятная одарённость. Эта одарённость была с рождения. Но вы сначала не получали поддержку близких, а потом начали получать с течением времени. У вас, возможно, есть семья или просто устойчивое жизненное положение. Сегодня вы процветаете. Может, вы ещё просто на пороге процветания. Но, по крайней мере, вы очень хотите процветания. Хотите стабильной жизни, спокойной жизни. Возможно, у вас решаются сейчас вопросы с недвижимостью. Да, потому что десятка пентаклей. Часто такое, да, бывает, что сигнал такой даёт, что решаются вопросы с недвижимостью. Или решились совсем недавно. Вообще, десятка пентаклей – это очень положительный аркан. И меня это радует, потому что, ну, когда ты мрачный аркан достаёшь или конфликтный, не очень приятно, да. А когда ты такой положительный аркан достаёшь, процветание, счастье, девушка в таком подъёме жизни, да, как бы вроде у неё всё отлично, и она богата, счастлива. Это всегда радует, что высшие силы видят вас, да, человеком, который чего-то всё-таки добился, достиг. И на самом деле у него много энергии для того, чтобы двигаться дальше. Вообще, вы на волне успеха на сегодняшний день. И, соответственно, можете, ну, делать ставку, что ли, на свою ближайшую жизнь, что вам крупно повезёт, обычно человек живёт роскошно даже по десятке пентаклей или может жить роскошно, то есть у него есть потенциал для этого. Я так считаю, что у вас должно появиться или уже появилось ощущение, что вы как будто вернулись домой. То есть десятка пентаклей, и она всегда об этом говорит, что к своему домашнему очагу. Вот силы рода, да, они на вас сфокусированы сейчас, они вас поддерживают и дают вам свою энергию, свой дар такой, да, дар на сегодняшний день. И у вас, конечно, могут решаться какие-то семейные вопросы, вопросы с детьми, с родственниками, с недвижимостью, с семейной жизнью. Так, смотрим пятёрка кубков. Ближайшее будущее, да, повешенный. Маг. Маг дальше идёт. Так, карты не хотят. Не хотят накладываться друг на друга. Они говорят, уважайте нас, складывайте рядом, да. И королева пентаклей. Вот видите, как у вас интересно. У вас прогноз очень интересный выпал вообще. Почему? Потому что у вас идёт сначала пятёрка кубков. Пятёрка кубков – это карта, показывающая здесь вот, что женщина как будто бы отдыхает от чего-то, да. И видите, пятёрка кубков – же карта, часто показывающая некие, ну, разочарования, что ли, или усталость от чего-то, от кого-то. А раз у нас рядом десятка пентаклей, то вы как будто бы в ближайшем будущем устанете от своей семьи и окружающих. Вот чем-то они вас немножко напрягают, да, или напрягут. Но вам захочется просто немножко уединения и отдыха. Вот так. Однако окружающие будут требовать от вас по повешенному жертвы. То есть пожертвовать собой ради них. И вам придётся это сделать не только ради них, а ради ещё своих целей. Вообще карта повешенного всегда показывает святых, да. И раз мы видим десятку пентаклей, пятёрку кубков повешенного, хоть вы и захотите спрятаться от ваших семейных обязанностей, может быть, или от обязанностей на работе в коллективе, но вас туда вернут. Вернут, скажут, что ваша энергия там нужна, ваши силы там нужны. И пауза будет совершенно недолгой, на самом деле, потому что вам просто не дадут отдохнуть. И вам просто не дадут от них именно отойти. У вас там есть, скорее всего, очень сильные привязки. Вот либо в коллективе, либо в семье. И не так-то просто взять, отдыхать от них, сколько ты хочешь. Это не так просто. Поэтому я вам скажу, что если вас несёт поток, чтобы пожертвовать ради них, лучше пожертвовать тогда. И понимаете, когда мы покоряемся на волю Всевышнего, вот куда нас ведёт, пусть нужно какие-то силы вкладывать ради кого-то, ради близких, но дальше у вас идёт карта мага. То есть вы как раз-таки обретаете полную власть над своей жизнью и строите её уже в итоге так, как вам нравится, как вы этого хотите. Плюс Королева Пентакли, материальная обеспеченность, стабильная жизнь, хорошие деньги, хорошая должность, может быть, и глава семьи, или просто хорошее семейное положение. Всё это происходит именно через жертву почему-то у вас, именно через жертву. Ну, может быть, Высшие Силы вас проверяют, что если вы вкладываете куда-то свои силы, да, в кого-то, во что-то, то значит, вы и правда любите, что вы и правда готовы. Ну, либо любите свою работу, либо любите свою семью, либо любите человека определённого. И вот пока Высшие Силы вас не проверят, они вам не дают чего-то вот самого главного. Поэтому вместо того, чтобы стать в чужих руках игрушкой, да, игрушкой, вам лучше стать магом. И как бы Вы это осознаете, Вы поймёте, что сначала я жертвовал или жертвовал ради других, но потом становлюсь самостоятельным человеком, который точно знает, что он хочет и чего не хочет, да, делать. И что он будет делать, и что не будет делать. Уже ни за что. Поэтому я считаю, любые уроки, они очень нужны. Вообще карта мага прекрасная. Знаете, она показывает такое знамение, что в вашу жизнь идёт человек очень активный, яркий, инициативный. А вот инициативы от окружающих вам как раз не хватает, потому что инициатор чаще всего Вы. А окружающие, они потребители для Вас, они всё время просят. А тут идёт человек, который как бы даёт, да. А вот его Вам не дают, пока Вы не пожертвуете чем-то ради других, своим временем, силами особенно. Поэтому стоит оно того, да, сделать что-то для других ещё раз и ещё раз, чтобы встретить вот именно этого человека, такого светлячка, мага, который заинтересован Вас, который поможет Вам научиться вести дела грамотно, правильно. Для мужчины это как раз-таки женщина-королева Пентакли, для женщины активный маг. И грамотно Вы будете вести дела, грамотно, правильно распоряжаться своими средствами, своим жизненным положением. То есть у Вас это всё будет. И Вы знаете, у Вас идёт хорошее здоровье. То есть, ну, есть указания в этих картах. То есть, может быть, Вы переживаете, а не будет ли у меня плохое здоровье. Нет. У Вас будет хорошее здоровье. Причём в остальных позициях я тему здоровья вообще не поднимала. А здесь я чувствую по картам, что стоит Вам сказать, что будет стабилизация либо улучшение здоровья в будущем. И Вы знаете, по поводу денег вообще не переживайте. Вы на пороге, наоборот, изобилие. Просто, ну, вот пройдите через то, чтобы потратить на кого-то, на что-то, на работу, там, на людей, свои силы. Это стоит того. Просто Вам сначала будет казаться, что нет, 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 а на самом деле это того как раз и стоит. Ну, вот такая вот у нас третья позиция. Я вижу здесь большие перспективы, поэтому проходите Ваше вот одно какое-то испытание, а дальше у Вас будет гораздо лучше. Всем спасибо за внимание. Жду, что Вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Школа Таро Альвеген. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok